В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такой приговор суд Красноярского района вынес убийце Анны Бондаревой Владиславу Роговику. Свою вину он признал полностью. Подробности в репортаже нашего корреспондента. 10 лет в колонии строгого режима. Такое наказание сегодня вынесут Красноярского района убийце Анны Бондаревой. 20-летний Владислав Роговик проведет за решеткой фактически половину уже прожитой жизни. Приговор он выслушал спокойно. Гособвинение просило 12, но в ходе рассмотрения дела были учтены все обстоятельства. И смягчающие, явка с повинной и сердечно-сосудистой заболевания подсудимого. И отягчающие вину, то что убийство совершено в состоянии алкогольного опьянения. Родители Анны Бондаревой считают наказание мягким. С адвокатом общались, он говорит, если 10, то будем обжаловать. А наш адвокат сказал, что он даже не извинился, не просил прощения. А адвокат его быстренько на бумажке начеркал, передал ему в клетку. Он встал и сказал, что извините меня. Ну, такой очень кого-то на ногу наступил. 21 июля 2015 года студентка Анна Бондарева уехала с друзьями на дачу к Владиславу Роговику и пропала. Позже нашли ее тело во враге. Как рассказал следствию сам Роговик, сначала он душил ее руками, потом, как показало расследование, желая убить наверняка, стал душить палкой до тех пор, пока изо рта и носа жертва не пошла кровь. Поначалу подсудимый пытался скрыть свое участие в преступлении, затем вину все-таки признал. На суде же заявил, что не считает себя убийцей. Роговик написал явку с повинной, будучи доставленным уже в отделение полиции. После того, как был обнаружен труп Бондаревой, после того, как была уже изъята видеозапись, с видеорегистратора, который располагался там в районе места происшествия. Суд не только признал Роговика виновным, но и удовлетворил гражданский иск родителей погибшей девушки, присудив подсудимому выплатить 137 тысяч рублей материального ущерба и 500 тысяч морального. Хотя поначалу они требовали 10 миллионов. По словам отца Анны Бондаревой, деньги от Роговика им не нужны. Средства они намерены перечислить в детские дома. А столь большую сумму они заявили, чтобы Роговик не смог выйти по условно-досрочному освобождению, пока за все не заплатят. До 20 лет лишения свободы грозит 54-летнему жителю Самары. Александра Сапожникова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе убийстве с особой жестокостью. 31 декабря 2014 года 29-летний Александр Щербинин со своей подругой Анной ловит такси, чтобы доехать до дома. Помимо водителя в машине еще один мужчина. Это ныне обвиняемый Александр Сапожников. Во время поездки он знакомится с молодыми людьми и зовет их к себе в гости. Для Александра Щербинина этот поход в гости стал последним. Застолье между новоиспеченными знакомыми переросло в ссору, а затем и в поножовщину. Зачинщиком, уверены следователи, был подсудимый. Стал угрожать им применением оружия, ножом, пистолетом, угрожать убийством. Сапожников причинил два ножевых ранения сначала Щербинину, после чего причинил множественные ножевые ранения, потерпевшие Солодовниковой. После совершения указанных действий Сапожников расчленил тело молодого человека. Девушке удалось сбежать, она осталась жива. Предполагаемого убийцу задержали уже через несколько часов после преступления. По данным следствия Сапожникова, помимо убийства обвиняют в незаконной переделке оружия, а также в его хранении. Кстати, переделый травматический пистолет в боевой, ему по данным следствия помог знакомый, 69-летний Владимир Шабалов. За это пенсионера уже приговорили к двум годам условно. А Сапожникову грозит до 20 лет лишения свободы. Начальник областного главка МВД Сергей Солодовников прокомментировал нашумевшее ЧП, случившееся в Тольятти. Полицейские превысили полномочия, успокаивая задержанную девушку. Как сообщает пресс-служба МВД по Самарской области, она перевернула стулья, сорвала информационные стенды, разбила стекло в дежурной части и набросилась на полицейского. Их стали разнимать, в ходе чего, как посчитал Следственный комитет, силовики превысили свои должностные полномочия. Заведено уголовное дело. Назначена служебная проверка. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены и понесут наказание, предусмотренное законом. А их руководители привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Я сегодня обратился к прокурору области с тем, что мы считаем, что эта мера избыточна. И сам факт расследования, он не требует такого рода карательных мер. Мы будем настаивать на том, чтобы этих сотрудников освободили. Попытку вернуться в 90-е пресекли самарские полицейские. К ним обратился предприниматель, рассказавший, что неизвестные вымогают у него деньги, взамен предлагая покровительство бизнесу. Угрожая коммерсанту, злоумышленники требовали более 370 тысяч рублей. Одного из злоумышленников, 30-летнего мужчину, задержали бойцы СОБРа. При обыске у него изъяли нож, пневматический пистолет и бейсбольную биту. С их помощью, по версии полиции, задержанный угрожал потерпевшему. Уголовное дело возбудили по статье «вымогательство». Полицейские устанавливают остальных членов преступной группы. Один человек пострадал в результате ДТП в Самаре. Авария произошла на улице Новосадовой. По данным инспекторов ДПС, водитель такси выехал на встречную полосу. По ней в этот момент ехал внедорожник. Столкновения избежать не удалось. От сильного удара внедорожник отбросило на третью иномарку. Пострадал в аварии предполагаемый виновник, водитель такси. Чтобы достать 43-летнего мужчину из автомобиля, понадобилась помощь спасателей. С травмами его доставили в одну из городских больниц. В отношении водителя автомобиля «Шевролет Кобальт» по признакам нарушения пункта 9.2 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. В настоящее время по факту ДТП назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. К восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима суд железнодорожного района Самары приговорил Сергея Зенина. Мужчину обвиняли в изготовлении и хранении избытия наркотиков в крупном размере. Осенью прошлого года в его доме в поселке Толевой и в доме его родителей в Хворостянском районе наркополицейские обнаружили почти 70 кустов конопли и более 150 граммов готовой к употреблению марихуаны. Все это выращивалось и производилось в специальных комнатах, оборудованных по всем правилам. Как установило следствие, ухаживать за дурман травой Зенину помогала его мать-пенсионерка. Ее суд приговорил к трем годам условно. В Самарской области продолжается масштабная полицейская проверка. По распоряжению начальника областного главка Сергея Солодовникова операция, в которой участвовали более сотни силовиков, в том числе бойцы СОБР и ОМОН, прошла в Красноглинском районе Самары. Ранее подобные рейды уже проходили в других районах области. Проверка и на этот раз дала результаты. На стройке нелегально трудились уроженцы соседних государств. Также найдены тайники с наркотиками и задержаны три человека, объявленные в розыск. На трассе остановлен автомобиль, возможно, находящийся в угоне. Проверено один авторазбор, пять автостанций технического ремонта автомобилей, два такси. Обнаружено и изъято в настоящий момент ВАЗ-21099, у которой выявлены следы подделки номерных узлов и агрегатов. Собран материал проверки. Более 40 тонн контрафактного алкоголя идеяли в Самаре. Цех, где производили и хранили опасную жидкость, располагался на улице Академика Платонова. По данным силовиков, нелегальный бизнес организовали несколько членов этнической ОПГ. Они задержаны. Поддельный алкоголь выдавали за напитки известных марок. В бутылке с фальшивыми этикетками и акцизами разливали псевдо-водку, коньяк, виски, вино и шампанское. Всего изъято более трех тысяч ящиков. По данным силовиков, подделку реализовывали через сеть крупнейших ресторанов Самары, а также отправляли в другие регионы России. По предварительной оценке специалистов, стоимость изъятого контрафактного алкоголя может достигать 50 миллионов рублей. Опасным для здоровья может быть не только некачественный алкоголь, но и закуска к нему. Почти 700 килограммов говядины пустили под пресс. Мясо изъяли сотрудники областного управления Россельхознадзора на трассе Самара-Оренбург. Его на личном автомобиле перевозил мужчина. Никаких ветеринарно-сопроводительных документов на груз у него не было. В связи с этим на ветсану телезаводе в поселке Дубовый умет говядину переработали в мясокостную муку, которая в дальнейшем пойдет на корм животным. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.